В завершении торжественной церемонии инаугурации Махмуд Аликалиматов ответил на вопросы представителей СМИ. Первое, что я считаю, нужно сделать. У нас водовод, чтобы дошел до Карбулака, потом до Малгабека. Но в этом плане мы более 40 скважин сделали. Почему у нас немножко стабилизировалась вода? Потому что мы скважины добавляли, добавляли. Мы достаточно скважин сделали, но для всего. Но вот этот водовод, там 40 кубометров идет вода. Мы можем подать 100 в силу того, что сделали вот эти скважины. Но мы поднимаем, она слабая, и он ее разрывает, поэтому мы не можем дать воду ту, которую. Поэтому, вы знаете, наши знаменитые водоводские, спецгараж, деваться некуда было, пришлось закупить их. И сегодня они нас спасают. Я вот в НРК был, там люди, как бы говорят, ну слава Богу. Но НРК, Савапши, Седах, вот эту часть мы перекрыли там шесть. То есть это очень важный вопрос, который, можно сказать, вчерашнего дня уже мы занимаемся и будем идти. И я думаю, в ближайшее время встреча будет у меня с руководством страны, с правительством мы начнем интенсивно работать, чтобы этот вопрос принести. Вторая очень важная ситуация, я сегодня затронул его на выступлении, это экологически. Экология, наши леса, реки, у нас очень в плохом состоянии, сказать не очень. Понимаете? Поэтому работа Министерства природоресурсов, управления Федеральной службой природонадзора, Росприроднадзора, вот, с ними надо будет, я имею в виду, в Бигбордуару работать. То есть мы должны капитально заняться нашей экологией. Ну, естественно, я не знаю, я глав призывал, а сейчас какой-то надо выработать нам алгоритм, чуть ли не ходить подворно и объяснять, что надо частные сооружения стоять, локальные. У нас сейчас цех работает, я говорил уже, и Краснодар закупает, Азербайджан закупает, а наши, поэтому, чтобы нам не испортить нашу землю, где мы живем, если мы не примем, вот, прям вчерашним днем, вот это требование к людям, не с наскоком, а вот в части, ну, как, вот предложили мы зайти в огород, и огород в свою картошку, вот, типа, вот такую форму, хочу выделить, чтобы они по-доброму пошли и начали заниматься очистными сооружениями, локальными устанавливать. Завод через года два будет, и наш лес, если мы, я открыто говорю, не приостановим вырубку, у нас реки останутся без влаги, без воды. Когда это касается жизни, жизнедеятельности человека, это ухудшает саму экологию для жителей наших, то мы должны колокола пить. Но, с другой стороны, отношение жителей наших, оно поменялось. Они, когда стараются уже помогать, уже стараются сами смотреть и улучшать улицу или что-то. Но, по возможности, я вам скажу, мы, бюджет ли наш, бюджет ли республики, России, мы будем улучшать в целом, не просто словами, а улучшать жизнь жителей. Для этого это межпоселковые дороги, это проводка воды, разводка воды по улицам. Много таких вещей, но они на балансе стоят у муниципалитетов, и мы должны работать с населением, чтобы там был накопительный бюджет района города, чтобы они могли какую-то часть делать это. А в целом, я вам скажу, что планы у нас реальные, да еще будем достраивать, у нас какая-то часть осталась небольшая, наверное, процентов 20, двухсменка, и мы ее должны убрать. Ну и я уже говорил, открыто говорил, вот эти школы до 40, детские сады до 50, это же рабочие места как раз для наших сестер, как я говорил. Это более 7 тысяч рабочих мест, понимаете, то есть улучшить, улучшить. Ну и еще у нас 100-летие государственности. Так вот, один из вопросов, который мы должны 100-летие государственности в Рублике Ингушетия поднять все архивные, у нас нам предки нам дали очень хорошее будущее, нам просто надо теперь вот этими возможностями воспользоваться, и обновить их, если позволено будет, или редактировать так, чтобы и подать его нашему народу. То есть желание работать для людей, для наших жителей больше у меня и у правительства, команды нету ничего такого.